Я не знаю как, но они сделали это. Netflix умудрился снять не иронично, не метафорично худший телесериал в истории человечества. Буквально. Каким-то образом, и я даже знаю несколько причин, каким именно, они, вопреки всем возможным законам логики и даже некоторым законам математики, умудрились заработать 1% на Rotten Tomatoes при статистике в больше, чем 2500 обзоров. Это вы на этом старом, вчерашнем скриншоте видите, что их там всего лишь тысяча, ну может быть тысяча с половиной в лучшем случае. Если вы посмотрите на актуальную статистику, то она немножечко поднялась на целый 1%, 2%, при том, что обзоров там практически 3000. Как это получилось? Я вам скажу как. Они сделали Клеопатру черной. И когда я говорю они, я имею ввиду, это была скорее всего Джейда Плинкеттсмит, но подождите. К этому моменту вы наверняка краем уха слышали что-то про какую-то там документалку, которую Netflix снял и заработал себе в очередной раз скандал на свою голову, чего скорее всего добивался. Вы не слышали всей правды. Но вы слышали часть правды. Они действительно снимали документалку, точнее будет сказать докюдраму, однако в своих собственных промо-материалах они называют это документальным мини-сериалом. И знаете что? Когда Netflix снимает документальный мини-сериал, зарабатывающий, ну где-то в районе 95% дизлайков и закрытые комментарии, а Netflix, в отличие от того же Диснея, комментарии закрывает у себя под видео не то чтобы часто, это довольно дурной знак. Что-то должно было пойти очень-очень сильно не так. Настолько сильно не так, что египетские адвокаты решили подать на Netflix в суд и потребовать его закрытие на территории страны. Такое обычно происходит, когда Netflix апроприирует чью-то культуру. Но в случае с культурами стран Африки, зачастую это таких бурлений не вызывает, потому что и давайте будем друг с другом честными, продюсеры, которые за все это в ответе, им по большому счету на культуры стран Африки наплевать, как в общем-то и на весь континент, несмотря на то, как сильно они любят эту черную культуру поддерживать. Или, например, делать ее немножко чернее, чем она должна быть. И даже если они сами являются ее представителем. От гения исполнительного продюсера Джейды Плинкетт Смит. Уже только после одной этой строчки трейлер, вышедший около месяца назад, можно было бы закрывать. Но если вам это имя кажется знакомым, однако вы не можете точно сказать почему, то я вам напомню. Это вроде как все еще жена Уилла Смита. Ну, знаете, та самая, которая была замечена в связях ее порочащих, хотя по современным меркам, наверное, не очень. Если что, мы на этом канале кингшеминг не поддерживаем, да, мало ли вдруг у Уилла Смита есть на это определенные преференции, но почему-то есть у меня такое ощущение, подтвержденное его реакциями на высказывание Криса Рока на Оскаре, а также некоторыми другими, что это был не кинг, что это, возможно, произошло против его воли, и вот за это мы уже, если не осуждаем его, то точно над ним угораем. Что обычно происходит с женами знаменитых актеров, вы знаете, они пытаются самоутвердиться за счет денег, которых они не зарабатывали, и оставить свой след в истории там, где их об этом никто не просил. Поэтому воспринимать всерьез все то, что она делает, лично я бы не стал. Даже у его детей, на самом деле, больше таланта на этом поприще, но тут уж, я полагаю, судить нужно не мне, а профессионалам, экспертам. И эксперты высказали свое слово, как вы видели, по оценкам, не только пользовательским, но и профессиональным в том числе, однако, не имя Джейды Плинкеттсмит зацепило мой и чужие глаза в этом вопросе. Эти глаза зацепила черная Клеопатра. Клеопатра — это довольно известная историческая личность, которая по подавляющему большинству известных на данный момент и подтвержденных историческим сообществом источников, скорее всего, была македонского происхождения, по крайней мере, по своей отцовской линии, и настолько уж прям черный, как актриса в данном документальном, я напоминаю, сериале, это мы документальный сериал сейчас смотрим, как они не забывают нам напоминать, она, конечно, была не настолько в истории черной, скорее всего, как актриса, представленная здесь. Стоит для меня напоминать, что Африка — это не страна, а континент, на которой насчитывается огромное количество культур. Многие, между прочим, неафриканские культуры изначально произошли оттуда, да, первые поселения на Земле, в принципе, были историками зарегистрированы на территории этого континента. Нет, наверное, мне об этом напоминать не стоит. Мне не стоит напоминать, что Северная, Южная и Центральная Африка довольно сильно отличаются, и по культуре мы по тонам кожи. Я лучше напомню, что у меня есть твич-канал, на котором мы постоянно смотрим самые разнообразные мультики, фильмы. Вот буквально позавчера посмотрели трилогию «Человек-паука» Сэма Рэйми, завтра будем продолжать смотреть второй сезон «Леди Баг», и науки устраиваем, также играем в штуки. Заходить, пожалуйста, по ссылке в описании обязательно скучно не будет. Это я вам обещаю. И уже одного только этого трейлера хватило для того, чтобы поднять бучу не только локального египетского масштаба, но и международного тоже. Может быть, не такую сильную, как Netflix рассчитывал, но достаточно для того, чтобы даже я обратил на нее внимание, хотя на тот момент еще видео снимать не стал, потому что эта тема не показалась мне достаточно интересной. Нет, конечно, круто. Когда Египет начинает бороться против Netflix, Серьезно, я не шучу. Египетский адвокат по имени Мухаммед Аль-Самари, если я правильно прочитал его имя, решил подать в суд с требованием запретить Netflix на территории Египта из-за абсолютно исторически недостоверного и оскорбительного, даже можно сказать, изображения королевы Клеопатры, которая, конечно, была не настолько темной, как она в этом сериале показана. Имеет место апроприация культуры. Имеет место не просто апроприация, но натурально этой культурой оскорбления. Кто дал этим голливудским воротилам бизнеса в своем документальном сериале изображать ее не так, как исторически принято считать, что она выглядит должна была? Конечно, у нас не было ее фоток на какую-нибудь телефонную мыльницу, но у нас есть достаточное количество генетических экспертиз и изображений, там, рельефов и прочих таких штуковин, которые намекают на то, что это все-таки не совсем правильно. В данном случае, как вы, если смотрите меня не первый день, могли бы ожидать, я должен, по идее, встать на сторону Нетфликса, правильно? Я ведь очень часто говорю, что когда дело доходит до художественного произведения, ну, на самом деле, не так важно, какого цвета актер, если он справляется с ролью хорошо. Но мы ведь ведем речь не совсем о художественном произведении, правильно? Мы ведем речь про документальный сериал, как он множество раз во всех промо-материалах себя называет. Документальный. Почему документальный? Ну, главным образом потому, что псевдодокументалистика привлекает к себе внимание за счет важности происходящего. Ну, как примерно история, основанная на реальных событиях, когда это пишут рядом с каким-нибудь дешманским хоррором категории B, да? А это просто придает ему немножечко больше искусственного хайпа. Если ты думаешь о том, что события происходили в реальной жизни, это означает, что, о боже, это же могло случиться даже со мной, а мне нужно срочно посмотреть на то, чем там люди живут, о которых я не знаю, ну, что-то в таком духе. А почему именно Клеопатра, спросите вы? Почему нельзя было снять документалку про какие-нибудь среднеафриканские народы, которые черными можно делать сколько бог на душу положит на здоровье, ну, главным образом, потому что Клеопатра гораздо более хайповое имя, которое моментально узнается, и если бы ее там не было, то этот сериал бы никто не смотрел. А Джейди Плинкетт Смит нужно не просто снять документальный сериал, ей нужно снять что-то, из-за чего ее будут приглашать на ток-шоу, из-за чего они будут говорить, из-за чего ее имя в очередной раз возникнет в трендах и чарт. Собственно, именно поэтому я факт существования этого сериала всерьез не воспринимал. Я, конечно, такой один, потому что если вы погуглите, какого цвета на самом деле была Клеопатра, и насколько Netflix достоверен, вы увидите огромное количество разборов, в том числе заявления от самих египтян об апроприации культуры, они к этому делу подходят очень-очень серьезно. Что я на самом деле могу понять, так как на их культуре построен буквально весь их туристический бизнес, туристический бизнес для Египта это, по большому счету, главная статья дохода, так что нет, правда, я понимаю, они хотят, чтобы все было показано так, как они считают правильным. Но я думал, что эта история довольно быстро уляжется после того, как он выйдет. Для меня это примерно та же самая история, что со сменой пола крестной феи от амазоновской Золушки. Помните вот эту классическую историю, когда нам дали небинарную крестную фею с такой пафосной причесочкой и, опять же, черным цветом кожи, что символически, когда я сказал, что да, это, конечно, очень весело, это очень смешно, но когда этот фильм выйдет, никто о нем не вспомнит, потому что дискуссия вокруг гораздо интереснее, чем непосредственно объект этой дискуссии. И я думал, что здесь случится то же самое, но я был неправ. Как же сильно я был неправ. Они умудрились снять худший сериал в истории человечества, по версии Rotten Tomatoes, по крайней мере. Я напоминаю, что речь идет о Нетфликсе. Мы говорим про сервис, который снял и опубликовал у себя Resident Evil 2022 года. Мы говорим про сервис, который опубликовал на своих серверах художественный фильм «Милашки». Уж сколько видео я снял о нем. И если вы начинаете задаваться вопросом, почему египтяне спохватились только сейчас, вместо того, чтобы запретить Нетфликс за то, что они опубликовали у себя софткорное детское «Сами знаете что», да, я тоже начинаю этим вопросом задаваться. Ну, знаете что, ладно. Помимо простим, по крайней мере, вышеупомянутые два тайтла понравились хотя бы кому-то. У меня есть вопросы к людям, которым эти тайтлы понравились, особенно к профессиональным обзорщикам, которые художественный фильм «Милашки» оценили очень-очень высоко. Но художественный документальный сериал «Клеопатра» не понравился абсолютно никому. Вообще. Мы должны отдать Нетфликсу должное. Потому что если 11% на 9 профессиональных обзорах это еще куда не шло, то 2%, исходя из статистики, в больше чем 2500 обзоров пользователей, это должно быть математически, если возможно, то крайне неожиданно. Для того, чтобы настолько большое количество человек сошлось во мнении, и мы предположим, что все эти люди этот сериал посмотрели, потому что, опять же, кому до него какое дело будет после того, как он выйдет, дискуссия вокруг него гораздо интереснее, чем он сам, и эти рейтинги определенно дают понять, да, должно сойтись невероятное количество планет и звезд. Это просто что-то с чем-то. И, опять же, у этого сериала был рейтинг 1%. Это я сейчас, когда сел снимать видео, обновил страницу, и он дотянулся до 2%. Раньше там было значительно меньше. Что пишет профессиональный обзорщик? Кстати говоря, всего лишь 4 серии, которые длятся где-то в районе 45-48 минут. То есть просидеть его должно быть физически не тяжело, да, это не так много времени, там 3 часа убить бывает и хуже. Но, если даже эти 3 часа тянутся настолько долго, что люди не могут их высидеть, это, опять же, говорит о чем-то. Как чистая драма, которой этот сериал не является, потому что это документальная драма, я напоминаю, она должна быть исторически достоверной, на то она и называется документальной, да, но тем не менее. Как чистая драма, она была бы, ну, ничем не хуже многих других аналогичных драм. К сожалению, эти аналогичные драмы не очень хороши. Это, кстати говоря, хороший поинт, потому что я сейчас пытаюсь вспомнить какую-нибудь другую историческую драму, в которой была бы хорошая актерская игра или какой-то гениальный сценарий, и, если честно, я даже не могу. Но, может быть, Тетрис из недавно вышедшего, и то только по слухам, которые я слышал со стороны, может быть, однажды будет. Но, как минимум, не сразу, получается, вспомнить. Не сразу. Этот сериал не очень хороший. В целом, у него не хватает контекста, какой-то личности и общей причины для того, чтобы быть... Для того, чтобы быть... Ну как, я могу назвать причину для того, чтобы он был. Потому что Джейди Плинкетт Смит нужны... Нужны пункты в своем послужном списке, иначе она же начнет сомневаться, зачем она вообще существует как человек. Никто ее не любит, никто ее не уважает. Ей нужно хотя бы перед самой собой изобразить какого-то гениального продюсера, правильно? А потом начинаются пользовательские рецензии. Я только что посмотрел его, и это было так плохо. Я бы мог смеяться и плакать одновременно, потому что, ну, ничего там не соответствует действительности. Зачем они сделали Клеопатру седьмую воином, когда в реальной жизни она таковой не была? Ну как зачем? Я знаю почему. Потому что это Netflix, потому что это современные реалии. И, конечно, черная, сильная, независимая женщина должна эту силу и независимость показывать в бою. Это же единственный способ показать свою силу и независимость правильно. Взять на себя традиционно мужскую роль, вместо того, чтобы показать что-то свое уникальное, неповторимое, что могло бы быть свойственно только ей. Мы по-другому воспринимать такие вещи просто не умеем. Один только факт, что этот сериал позиционирует себя как документалистика, пусть даже и драматизированная документалистика, и при этом совершенно не соответствует исторически установленной действительности, заставляет меня поставить ему худший возможный рейтинг. Если вы любите отвратительную актерскую игру, опять же, характерная черта документальных, исторических, драматических вещей, то вам понравится. Я, конечно, люблю историческую документалистику, но это было просто невозможно смотреть прошлой ночью. И почему наратор настолько отвратительный? Я не понимаю, почему они выбрали кого-то, кто звучит настолько плохо, что заставляет меня скрести ногтями по стеклу для того, чтобы услышать хотя бы что-то хорошее в своей жизни. Но она абсолютно заруинила все то, что в сериале происходит. Интересно, кто играет наратора. Как вы думаете, дорогие мои, как вы думаете, кто играет наратора в этом замечательном исторически-драматическом сериале? Кто это может быть? Просто вынесите предложение. Это Джейда Плинкетт Смит? Да нет. Да как так? Как вы думаете, кто выбрал такого наратора? Вот этот кастинговый режиссер, на котором лежит ответственная задача подобрать лучшего актера для исполнения роли. Как, например, черный Клеопатрик. Как вы думаете, что могло его сподвигнуть на такое решение? Уж не могло ли это быть какое-то влияние со стороны извне? От какого-нибудь человека, ответственного за распределение бюджета и в том числе за зарплату этого самого кастингового директора и за сохранение его работы, кто хотел бы, например, не просто роль получить, а опять же историческую роль, зарекомендовать себе, напомнить, так сказать, миру о себе. Вопрос риторический, понимаем. Мы можем никогда не узнать правды, но вы подумайте на досуге. Они сделали Цезаря Нижним под Клеопатрой. Вы вообще видели их статуи? Клеопатровская семья даже не была такой уж красивой. Археологи могли просто спросить у бабушки Джейды Плинкетсмит, какого цвета была Клеопатра. Зачем вообще изучать годами какие-то там иероглифы, рисунки и прочие экспертизы проводить? Хороший вопрос, на самом деле. Надо было мне у своей бабушки спросить, какого она была цвета для того, чтобы альтернативное и авторитетное мнение в этом видео предоставить. Извините, не додумался. Почему они сделали Цезаря Нижним под Клеопатрой? Не знаю. Почему Уилл Смит не может собрать яйца в кулак и развестись Джейды Плинкетсмит? У них это семейное, наверное. И знаете, в каком-то смысле Джейда Плинкетсмит своего добилась. Она действительно заработала себе имя, зарекомендовала себя как худший исполнительный продюсер в Голливуде, даже похуже некоторых других, которые сейчас сидят за решеткой, потому что снять худший сериал в истории человечества, это нужно умудриться. Всего лишь за 4 серии. Заработать себе 2% на больше, чем 2,5 тысяч рейтингов. Я думаю, что там и 3,4 тысяч уже наберется к этому моменту. По-моему, следующее обновление будет, когда 5 тысяч человек наберется, если не 10. Это определенно очень хороший антирекорд. Я могу ей только позавидовать. Когда она будет в этом году получать золотую малину, мы ей будем все дружно хлопать. Но, с другой стороны, после того, как она эту премию получит, никто больше про эту Клеопатру не вспомнит. Даже про Netflix, на самом деле, может быть, никто не вспомнит лет через 15, если он не загнется. Я уж не знаю, да, история может повернуться самым неожиданным способом. Но я просто хочу этим видео подчеркнуть, насколько сильно я Netflix горжусь. Насколько сильно я ему аплодирую. Это достижение. После того, как они сделали Q-Force, после того, как они сделали Resident Evil, после того, как они выпустили Милашек, после того, как они выпустили Тетрадь Смерти. Падать все дальше и дальше. Это нужно уметь. Я лично так не умею. Снимаю шляпу, если бы она у меня была. А вам, дорогие мои, снимаю шляпу за то, что вы продолжаете проходить ко мне на канал и смотреть новости из Голливуда и прочих мировых помоек. Спасибо вам за то, что вы здесь подписались на канал, лайк с комментариями оставили за то, что на мой Twitch подписались. Спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки по жизни. Я вас люблю.